не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем закон причины и следствия сколько людей сегодня в первый раз добро пожаловать я надеюсь то что я высказываю вас не шокирует я говорю нечто странное сегодня утром у меня было интересное видение я увидел себя в красивой изумрудной комнате в которой были президент буш саддам хусейн шамир израиля и еще несколько людей которых я не узнал там также был горбачев они все сели за круглый стол и просто уставились друг на друга я подошел к магнитофона и поставил какую-то африканскую мелодию сначала они просто улыбались затем они стали постукивать своими пальцами по столу и вскоре они уже отбивали вид затем они встали и начали танцевать они все обнимали друг друга и говорили о мире они признавались как это глупо то что они делают что они ненавидят друг друга они приняли решение убрать все границы и объединить мир затем я открыл глаза чтобы это значило кто-то попросил поговорить о законе причины и следствия на самом деле мы никогда не говорим об этом потому что она относится к относительному уровню мы говорим об абсолютной реальности окончательном единстве и все же если мы знаем что у нас есть телесное сознание и ментальное сознание то подчиняемся закону кармы или причины и следствия поэтому я вкратце поговорю об этом это может быть полезно причины и следствия существует из-за времени и пространства если бы не было времени и пространства не было бы причины и следствия но в относительном мире они существуют причины и следствия это еще одно название закона возмездия что посеять это и пожнете это закон кармы пока вы подчиняетесь этому закону то должны иметь дело с богом этого закона в индуизме этот бог называется и швар и в иудейской религии и его в религии махаммеда аллах и еще есть много других имен эти боги существует пока вы считаете себя феноменом телу точно так же как причина и следствие потому что на каждое действие существует равные по силе противодействия это закон физики это то же самое что и закон причины и следствия все что вы делаете имеет результат и от него не убежишь пока вы не обратитесь вовнутрь и не перестанете реагировать на что-либо тогда вы превзойдете закон и станете свободными но пока мы все еще находимся в сознании тела то подчиняемся этому закону вот как это работает например вы хотите вырастить апельсины и ничего не знаете про семена вы можете взять семя лимона посадить его землю и ждать что вырастет апельсиновое дерево причина это посаженное семя лимона это посаженное семя лимона следствие лимонное дерево семя посажено в землю земля это ваш ум а семена ваши мысли следствие это результат который вы получаете от посаженных семян и так вы сажаете семя лимона и вырастает лимонное дерево но тогда вы начинаете плакать и кричать я хотел апельсинов вы говорите я требую апельсинов у вас происходит вспышка гнева в бешенстве кому какое дело вы посадили семена вы же и получили результат лимона конечно вы всегда можете сделать лимонад но вы же хотели апельсинов тогда почему вы посадили семя лимона вы не знаете может быть вы посадили семя лимона в прошлой жизни тогда вы заложили причину потому что следствие может преследовать вас во многих жизнях начиная с этой как лимонное дерево вы будете кричать почему я посадил лимонное семя я же хотел апельсинов то есть когда мы видим происходящее то не понимаем например когда махатма ганди умер его застрелили почему же такой уважаемый человек был застрелен последние его слова были адресованы убийцы я прощаю тебя и благодарю тебя сын мой потому что он понимал что в какой-то другой жизни он запустил в действие причину и это следствие которое он принимает обратно это называется отложенная карма есть мгновенная карма когда вы наступаете на край граби вы наступаете на край граби и что происходит вы получаете удар по голове это называется мгновенная карма кто приглядывает за этой кармой бог кармы и швара аллах его именно он раздает карму который вы будете переживать в каждой жизни давайте возьмем другой пример генри приглашает меня к себе домой я прихожу домой генри подхожу к холодильнику я говорю есть что-то покушать и объедая его дочиста затем я говорю можно взять у тебя машину генри хороший парень отвечает конечно я беру него машину и разбиваю 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 ему фары ветровое стекло возвращаясь обратно и паркую машину как будто ничего не случилось а генри оставаясь хорошим парнем каковы он является ничего не говорит тогда я заявляю генри ты можешь дать мне взаимой 500 долларов и хороший парень генри говорит конечно я не собираюсь ему отдавать долг я просто беру его деньги что происходит дальше не реагируя генри становится нейтральным когда вы нейтральные то не накапливаете новую карму вы заканчиваете с этой частью своей жизни когда вы реагируете то накапливаете карму что происходит со мной каким-то образом мне придется пережить следствие того что я причинил генри каким-то образом это ко мне вернется может быть даже не в этой жизни но она вернется от этого не убежишь поэтому мы никогда не должны судить если видим что-то происходящее в жизни и не понимаем потому что все случается так как должно все хорошо и все разворачивается так как должно другой пример люди находятся в поисках сангуру или учителя они посещают всех кого могут найти и что они делают они пытаются выучить все что могут они высасывают все соки из куру они пытаются забрать все его знания делает ли они что-нибудь для него большинство западных людей нет они просто приходят чтобы взять но сами ничего не дает и когда они достаточно услышат то идут кому-нибудь другому и делает то же самое так проходим 20 лет затем они задаются вопросом почему у них нет никакого прогресса жизнь это взаимообратная штука обе стороны должны давать и тогда они могут слиться друг с другом но если одна сторона дает а другая берет работает закон причиной следствия вы получаете именно то что отдали вот еще один пример вчера я решил что обваром банк security pacific на следующий день я пишу записку и в ней говорится у меня 25 ручных гранат базука и автомат в кармане немедленно выдайте мне 500 тысяч долларов или я взорву банк конечно же банковский кассир испугается он дает мне 500 тысяч долларов я ухожу чистым никто меня не словил я еду в канаду проходим 10 лет у меня бизнес я успешен но затем что-то происходит и ко мне приходят из налоговой они облагают налогом все сделки моего бизнеса я должен нам 500 тысяч долларов и они получают их от меня это делает меня банкротом я возвращаюсь к тому с чего начинал вы видите как все срабатывает ошибок не бывает законы точны единственный путь уйти от этого закона не реагировать на то что приходит потому что все что с вами происходит кармическое по природе если вы реагируете на это то обрекайте себя на большую карму вы накапливаете больше кармы если вы осознаете что вы не феномен тела ум то станете абсолютно свободными избавленными и освобожденными для вас больше нет приходов и уходов вы становитесь абсолютно свободными по сути так это работает есть вопросы по этому поводу у меня вопрос может быть есть какие-то подсказки как не реагировать поскольку мне кажется что трудно не реагировать это просто каждый раз когда вы сталкиваетесь с вызовом или проблемой совершайте действие но не реагируете какая разница когда вы действуете вы спонтанны вы делаете то что должно быть сделано и на этом конец когда вы реагируете то детально планируете что должны сделать когда вы реагируете к вам должны прийти мысли в этих мыслях есть страх злость ревность ярость расстройство свести счет и и так далее и тогда вы реагируете но когда вы действуете мысли нет вы просто делаете это и все и вы продолжаете свою жизнь вот по сути все разница а что по поводу эмоций я имею ввиду мы реагируем на эмоции то же самое ваш ум не знает разницы между мыслью действием а вы знаете поэтому когда вы планируете убить кого-то ваш ум верит что вы уже осуществили действие вы сделали это даже если вы никогда не совершаете его но это добавляет вам карма мысли материальны например ум не знает разницу между раком и простудой но вы верите что рак это смертельно а простуду вы можете быстро побороть поэтому когда вы подхватываете простуду ваша система сделает так чтобы быстро от нее избавитесь но если у вас появляется рак вашей системы верят что это смертельно подступает страх появляются беспокойство и в конце концов вы умираете поверив вы запустили в ход причину вот как это работает итак мысли это действие это одно и то же разницы нет идея в том чтобы освободить свою мат мысли не думайте дальше своего нос каждый раз когда вы думаете о ловите себя задавайте себе вопрос кому приходят эти мысли кто думает эти мысли кому они приходят и вы осознаете что они приходят ко мне я думаю эти мысли все привязываются к я все ваши мысли связаны с я избавьтесь от я и все ваши проблемы уйдут вместе с ним отслеживайте я до его завершения сосредоточьтесь на источнике я вы обнаружите что я не существует и станете свободными вы сказали что мы обнаружим что я не существует она не существует не существует точно я ведет к ничто свободе к освобождению пока у вас есть ощущение себя у вас есть проблема потому что вы всегда говорите я болею я бедный я счастливый я несчастный и так далее но вы живете и в мире двойственности поэтому когда вы отслеживаете я все концепции исчезают вместе с я и никого не остается чтобы думать в конце концов вы становитесь свободными также вы должны задавать вопрос для кого есть карма кто испытывает карму кто должен проживать причину и следствие вскоре вы осознаете что это есть только для вашего эго но не для вас вы свободны и не имеете к этому никакого отношения когда вы выходите за пределы нг карма уходит вы становитесь абсолютно свободными что вы имеете ввиду под вы вас ваше я разве это не то же что и я да это тоже я мое я это тоже самое вы задаете вопрос кому приходит карма затем вы говорите ко мне держитесь за я как вы держитесь за веревку и спускайтесь к концу веревки когда вы доберетесь до конца веревки там ничего не будет то есть когда вы добираетесь до конца я остается реальность реальность обеспечивает сама себя нам не нужно искать реальность нам не нужно стремиться к реальности нам не нужно находить реальность мы-то пытаемся отпустить все другой в той степени в которой вы отпускаете все другое в той же степени реальность придет сама по себе и вы будете свободны на прошлой неделе я думаю это было в четверг я видел здесь на это он сделал заявление что медитировал 20 лет и ничего не произошло он повидал 35 учителей или больше и все равно ничего не происходит я сказал ему держаться и продолжать ходить ему это не понравилось затем я пошел домой и нечаянно открыл книгу рамана махарши на странице о которой мы говорили мари вы не против прочитать это конечно начинайте отсюда до этого момента вот это пропустите прочитайте это и до этого момента эту часть пропустить теперь послушайте это очень внимательно посетители задал бхагвана вопрос что нужно делать для улучшения атмы бхагван сказал что вы имеете ввиду под атмой и улучшение посетитель мы этого не знаем поэтому и пришли сюда хагван истинная или атма все есть как есть нет достижения этого все что необходимо это перестать относиться к не я как к истинному я и к нереальному как к реальному когда мы прекращаем отождествлять себя с телом остается одно истинное я но как отбросить это отождествление приходить сюда и устранять наши сомнения это поможет процессе вопросы всегда о том что вы не знаете и они будут бесконечны пока вы не обнаружите кто спрашивает хотя то о чем спрашивающие задают вопросы неизвестно нет сомнений в том что существует тот кто задает эти вопросы если вы зададите вопрос кто он все сомнения успокоиться все что я хочу знать является ли сатсанг необходимым помогут ли мне приходы сюда или нет сначала вы должны решить что такое сатсанг это означает связь со или реальностью и тот кто знает или осознает сад также является сад такая связь сад или с тем кто знает сад является для всех абсолютно необходимой шанка рассказал во всех трех мирах не более безопасной лодки чем сатсанг чтобы пересечь океан перерождений этим утром вопросы задавались посетителям которого звали сп тахал мистер тахал я занимался садханы примерно 20 лет и не вижу прогресса что я должен делать хагван может быть я смогу что-то сказать если буду знать что такое садхана примерно с пяти часов каждое утро я концентрируюсь на мысли что реально только истинное я а все остальное нереально хотя я занимался этим около 20 лет я не могу концентрироваться на этой мысли больше чем две или три минуты без того чтобы мои мысли не начали блуждать чтобы преуспеть и нет другого пути кроме как обращать ум вовнутрь и каждый раз когда он обращается вовне и удерживать его на истинном я нет нужды в медитациях мантрах джапах тхьянах или другом в таком духе потому что это наша настоящая природа все что нужно это перестать думать обо всех объектах кроме истинного я медитация это не столько мысли об истинном я сколько прекращение мыслей они я когда мы перестаете думать о внешних объектах и удерживайте своем от выхода наружу он поворачивается вовнутрь и удерживается на истинном я останется только истинная но что мне делать чтобы преодолеть притяжение этих мыслей и желаний как я должен регулировать свою жизнь чтобы достичь контроля над своими мыслями чем больше вы закрепляетесь на истинном я тем больше будут отпадать другие мысли сами по себе ум это всего лишь куча мыслей и я мысль это корневая мысль когда вы видите это я и куда она продолжается все мысли сливаются в истинном я регулировать жизнь так чтобы вставать в определенное время принимать душ заниматься мантрой джапа и так далее соблюдать ритуалы все это для людей которых не тянет к самоисследование или они не способны на это но для тех кто может практиковать этот метод все правила и практики не являются необходимыми спасибо мэри поэтому я всегда говорю что не даю лекции не проповедую я бы предпочел посидеть в тишине чем говорить потому что разговоры никуда вас не приведут сейчас вы слушаете меня а когда возвращаетесь домой то все забываете а затем вы посмотрите один из журналов увидите нового учителя и скажете давай пойдем послушаем его и так будет продолжаться и продолжаться вы должны заниматься делами которые под рукой вы должны прийти к решению что вы устали играть в игры ума скакать от учителя к учителю от книги книги и жить своей старой доброй жизнью вы перестаете читать вы перестаете бегать от учителя к учителю и вы успокаиваетесь занимаясь работой по самоисследованию тогда вы быстро станете свободными иначе вы будете продолжать проводить одну жизнь за другой в поисках и никогда ни к чему не придете но если вы начнете практиковать самоисследование очень скоро у вас появится определенное чувство что мир люди места вещи вселенной бог это концепции вашего собственного ума вы создали свой образ он существует для вас пока вы считаете себя феноменом телу поэтому занимайтесь работой и сделайте что-то хорошее для себя есть вопрос не будьте такими серьезными если это карма и всякое такое переносится в следующую жизнь кто их переносит если индивидуума нет пока вы считаете себя телом то каждый раз получаете новое тело вы отбрасываете старое и получаете новое она совершенно другое или она переносится из одной жизни в другую она переносится вы не выглядите точно так же но все отношения самскары мнение возвращаются к вам пока вы полностью их не превзойдете пытаясь по одной избавиться от каждой из них вы никогда не сможете этого сделать потому что когда вы избавляетесь от злости выскакивает страх и так далее лучше найдите кому приходят эти самскары кто это испытывает и обнаружите источник я тогда все это уйдет и никогда не вернется у вас не будет никаких проблем то есть роберт вы говорите что из жизни в жизнь предполагаешь что чему-то учишься в данной жизни и что есть определенный прогресс несомненно вы переносите это например большинство из вас кто приходит сюда если по какой-то причине у вас не получится в этой жизни как скорее всего и произойдет с большинством вы будете рождены в духовной семье джняни в этой игре вы будете далеко впереди и вы продолжите там где сошли но если вы продаете наркотики на улице вы будете рождены в семье наркоманов и начнете оттуда все зависит от вас то есть это как бы связывается с идеей что все развивается хотя мы не видим как именно пока вы считаете себя телом душа развивается но в действительности нет души и нет тела как только вы постигнете это вы пробудитесь и станете свободными возможно ли понять это полностью если я сижу там где я сижу вы знаете вы не должны понять это своим человеческим умом ладно вы должны просто быть открыть свое сердце и все произойдет само по себе что вы имеете ввиду под открыть свое сердце это означает позволить любви состраданию доброте высиять не иметь мнение не иметь концепции не иметь предубеждений просто будьте открытыми в своем сердце с любовью и все придет вот о чем весь сатсанг не будьте как тот парень который слышал такую историю и решил стать зон буддийский монах он ушел с работы поехал в японию получил аудиенцию у руши главного монаха он сказал что хочет стать зон буддийский монахом руши согласился и выдал ему правила и норм еще он сказал кстати я забыл вам сказать что здесь мы принимаем обет молчания мы говорим только три слова каждые 10 лет этот человек согласился прошло 10 лет парень пришел на аудиенцию кроши и сказал еда такая плохая и вернулся обратно к себе в комнату прошло еще десять лет он опять пришел на аудиенцию кроши и сказал кровати такие твердые и вернулся к себе прошло еще десять лет он пришел кроши и сказал слушай я ухожу руши сказал я тебя не виню с тех пор как ты сюда попал ты все время ворчал не будьте такими давайте споем если вы хотите петь пожалуйста присоединяйтесь пауза в аудиозаписи начинается после окончания музыки пение теперь у вас есть возможность задать любой духовный вопрос о чем угодно и мы посмотрим куда направляемся про реинкарнацию как я понимаю душа зависит от эго душа зависит от эго и ума пока вы считаете себя телом но когда вы отбрасываете веру в тело все становится лишним для вас она больше не существует и так все это существует пока вы дождествляетесь со своим телом то есть реинкарнация будет пока есть тег и да будет бог арма и все остальное после освобождения души больше нет нет души не бога нет мира нет вселенной нет освобождения не двойственности нет не двойственность тогда какая разница между душой и это душа это часть вас которые перерождается его это сила которая стоит за душой его это деятель она заставляет вас верить что я то есть это просто отождествление которое существует после смерти тела продолжает существовать следующий так называемой жизни до разве не то же самое тело продолжает жить я имею ввиду что в этом плане душа и равна цена энерго всегда одно и то же эго душа концепции принцип всегда одни и те же они переходят от тела к телу они продолжаются от тела к телу нужно не концентрироваться на этом а задать вопрос для кого есть реинкарнация для кого есть душа кто проходит через все это я кто я где источник я роберт мы говорим об этих вещах как будто бы они осязаемые существа или объекты вы знаете энга душа и так далее каким-то образом это приводит меня в замешательство мне кажется я помню что учение бхагавана и гнет смотреть какова реальность вот и все учение они в том что есть что-то от чего надо избавиться верно иногда я запуталась если объект чтобы его уничтожить нет объекта для уничтожения он никогда не существовал но пока у вас есть трудности в жизни кажется что не существует если кажется что не существует вы должны задавать вопрос откуда они приходят откуда они приходят кому они приходят и они будут исчезать мы работаем с тем что получаем то есть по сути мы ставим под вопрос видимость да то что кажется мы ставим под вопрос мир откуда пришел мир откуда пришло я это словно вы задаете вопрос кто я есть такое пустое мгновение пустой промежуток до того как что-нибудь приходит это и есть то что вы называете сознанием промежуток это сознание до промежуток между кто я и настоящим я пребывайте в нем если вы продолжите практиковать через какое-то время промежуток будет становиться все больше и больше вы будете говорить кто я и делать паузу и вскоре потеряетесь сознание затем вы снова начнете думать вы вернетесь кто я и наступит еще один длинный промежуток пока кто я не остановится полностью и вы не станете истинным я и так по мере того как вы продолжаете практиковать этот промежуток становится все длиннее и длиннее роберт истинное я это чистое пространство или пустота или воспринимающий пространство и пустоту пространство не пустота это не воспринимающий это то что вы не можете определить то что вы не можете описать то что не может быть познанно чтобы пространство могло быть познанным должен быть знающий пока есть знающий это не она то есть вы должны пойти за пределы этого в тишине сознание это тишина тишина это сознание это одно и то же роберт в каком-то смысле пространство не она а я и в этом проблема потому что мы видим его как его они я вы существуете вы существуете там где есть пространство и вы существуете там где есть я тогда кто существует как пространство кто существует как я задайте вопрос Кто существует? Посвящайтесь. Следите за существованием. Отслеживайте я. И вы придете к ничему. Вы придете к самому сознанию. Не верьте, что это пустота. Многие люди переживают пустоту и думают, что пустота – это оно. Но существуете ли вы в пустоте? Обрыв в аудиозаписи. Потом Роберт продолжает. Нет ничего, что можно объяснить. Пока вы можете это объяснить, это не оно. Тогда что остается? Тишина, спокойствие. Почему музыка или песня помогают осознать сознание или необъяснимые? Музыка успокаивает ум. Она делает ум более тихим и спокойным. Она делает ум однонаправленно. Тогда вы можете от него избавиться и стать безмятежными, тихими. То есть мы можем использовать музыку, чтобы успокоить ум? Да. Если вы приходите домой после напряженного рабочего дня, если вы послушаете такие песнопения, как эти, то будете успокаиваться. Вы будете все больше и больше расслабляться. И вы сможете погрузиться вовнутрь себя. Еще глубже, чем вы доходили раньше. Вот как помогает музыка. Это не связано с выходом за пределы эмоций. Правда, Роберт? Что это? Слушай музыку, выйти за пределы эмоций. О, она успокаивает эмоции. Она превосходит эмоции. Она превосходит злость и страх. Это хорошо для вас. Это хорошо для души. Это не существует. Вы все до сих пор выглядите очень серьезными. Я не знаю почему. Знаете, это не так плохо. Это весело. Положите правый палец сюда, а левый сюда. И потяните. Роберт стоит пальцем около кирта и тянет. Улыбнитесь. Не воспринимайте жизнь так серьезно. У меня только что было такое чувство. И я рад быть здесь. Я рад, что вы здесь. Материальная жизнь – это серия изменений. Единственное, что постоянно в жизни – это изменения. Поэтому, когда вы преследуете жизнь ради собственности, вещей, людей, вы всегда будете разочарованы. Сначала обнаружьте истинное «я». И все остальное получится. Вперед. Если свободной воли нет, то есть только предопределенность и все? Все предопределено. Единственная свобода воли, которая у нас есть, это не реагировать на обстоятельства и обратиться вовнутрь. Это единственная свободная воля, которая у нас есть. Все остальное – это судьба, карма. Даже когда я поднимаю свою руку вот так, это было предопределено. Кем или чем? Богом кармы, Ишвары. Который, как вы сказали, не существует. Конечно, нет. Но пока вы этого не знаете, потому что считаете себя телом, вам нужно быть осторожным. Иначе я как бы даю вам лицензию. Вы можете на самом деле завтра пойти и захватить банк. Чтобы устранить шип, нужен шип. Да. Джняни перерождается? Нет. Потому что он сошел с кармического колеса, правильно? Верно. То есть, достигнув Джняны или будучи Джняни, это последний раз, когда вы перерождаетесь на земном плане, правильно? Джняни не имеют никакого отношения к миру или Вселенной. Я имею в виду тело Джняни, которое, как кажется, продолжает существовать. Это последнее физическое существование? Тело Джняни кажется Аджняни. Именно так Аджняни видят Джняни. Но на самом деле у Джняни нет тела. Для Джняни нет приходов и уходов. Нет рождения, нет смерти. Но Аджняни видят тело. Но, например, вы были рождены Аджняни, и вы достигли просветления в данной жизни. Вы говорите, что тело исчезнет. Или же с вашей точки зрения оно никогда не существовало? Для Джняни оно никогда не существовало. А для тех вокруг, кто все равно видит тело? Да. Вы хотите что-нибудь почитать? Вы знаете, многие годы я провел в дзен-монастыре. Каждое утро мы повторяли пражни-парамиту для Дайя-сутры. И 12 или 14 лет я не понимал ее. Через какое-то время я перестал пытаться понять. Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали ее после того, как я прочитаю. Хорошо. Она очень короткая. Абук Логи Ташвара глубоко практиковал пряженную парамиту, и он ясно воспринимал, что все пять скандх пусты и проходят через все страдания и стрессы. Форма Ашария Путра ничем не отличается от пустоты. Пустота не отличается от формы. Форма – это пустота, и пустота – это форма. Точно так же с ощущениями, восприятием, волей и сознанием. Они так же. Все эти вещи определенно имеют характер пустоты. Нерожденный и не умирающий. Не оскверненный и не восхищающийся. Не увеличивающийся и не уменьшающийся. И так в пустоте нет ни формы или ощущения, мышления, стремления, ни сознания. Нет глаза, нет носа, нет ушей, нет языка, нет тела, нет ума, нет формы, нет звука, нет запаха, нет вкуса, нет касания, нет объекта ума. Нет элемента «я» или любых других элементов, включая ментальную осознанность. Нет неведения и нет исчезновения неведения. Нет ничего остального, включая возраст и смерть, и исчезновение возраста и смерти. Нет страданий, нет происхождения, нет прекращения, нет пути, нет мудрости и нет достижения. Поскольку Бодхисаттва, ничего не приобретая за счет пряжной парамиты, он освободил свое сердце от всех препятствий. Когда в сердце нет препятствий, нет страха. Он достиг конечной нирвады, нирваны, далекий от всех извращенных мечтательных мыслей. С помощью пряжной парамиты все Будды из всех трех миров имеют полное право совершенной просветления. Знайте, что пряжная парамита – это величайшая духовная мантра, великая сияющая мантра, верховная мантра. Чистейшая мантра, которая устраняет все страдания. Истина, неизменная. Мантру праджны парамиты можно выучить, ее учат таким образом. Гатэ, гатэ, парагатэ, парасамгатэ, бодхисваха. Выйдя, выйдя, выйдя за пределы, за пределы всего, достигается пробуждение. И это очень хорошо. Если бы вы были склонны к буддизму, то следовали пути, который был только что описан. Это зависит от того, куда вас ведут чувства. Какова ваша карма, к чему вы склонны. Мы говорим то же самое, только другими словами. Поэтому я могу со всем согласиться. И это сама истина. У нас у всех разные склонности. У некоторых из нас есть склонность к буддизму. У некоторых к джиняне. У некоторых к новым мышинам. Все мы разные, но все хорошо. Делайте это простым. У буддизма есть тенденция делать вещи слегка сложными. Потому что вам нужно запомнить много разных вещей. Единственное, что вам нужно знать, это то, что вы существуете. Вы существуете во время сна. Вы существуете во время сновидений. Вы существуете прямо сейчас. Задайте себе вопрос, кто существует. Что есть то, что существует. Спросите себя. И когда вы найдете, то будете свободными. Мы стараемся сделать это очень ясным и очень простым. Чем проще, тем лучше. Также мы всегда учим тому, что лучшее время для занятий – это утро. Как только вы проснулись. Просто задайте себе вопрос. Кто проснулся? Я. Кто спал? Я. Кому снились сны? Мне. Я был во время всех этих трех состояний сознания. Тогда кто этот я? Отследите я. Ухватитесь за я. Концентрируйтесь на источнике я. И вы станете свободными. Вы пронесете это через весь день. И ваши дни будут становиться все счастливее и счастливее. Просто за счет этого. А что если, когда отслеживаешь «я», оно просто останавливается, когда только говоришь «кто я»? И это хорошо. Просто продолжать повторять «кто я» какое-то время? Нет. Сфокусируйтесь на остановке. Где оно закончилось? Направьте все свое внимание на то место, где оно остановилось. И повторять «кто я»? Вы повторяете «кто я» только тогда, когда приходят мысли. То есть просто стараться, чтобы была пустота в «кто я»? Ваш ум становится опустошенным, но вы все равно существуете. То есть на самом деле вы превосходите опустошенный ум. Я не совсем понимаю. Просто задайте себе вопрос. У кого опустошенный ум? Кому это приходит? Оно должно уйти. Все должно уйти. Пока вы верите «у меня опустошенный ум», вы все равно еще пойманы в ловушку. Потому что «я» все еще есть. То есть дело не в том, чтобы иметь пустой ум. Это выход за пределы опустошенного ума к полнейшему отрицанию ума. Там, где есть абсолютная свобода и блаженство. Не бойтесь возвращаться туда. Очень многие люди боятся, потому что они думают, что исчезнут. Вы не исчезнете. Вы будете в блаженстве счастливыми при любых обстоятельствах. Роберт, кажется, что когда я делаю это с закрытыми глазами, промежуток становится более длинным. Это делается как формальная практика медитации? Не совсем. Когда промежуток становится больше, это результат думания. Причиной этого является ум. Погружайтесь глубже. Погружайтесь все глубже и глубже, задавая себе вопрос, кому приходит это переживание, у кого это чувство, кто переживает этот опыт. Не важно, какое у вас переживание. Задавайте вопрос, пока переживание не прекратится и не наступен глубокая тишина. Реальность в этой глубокой тишине. Она приходит сама по себе. У меня такое впечатление, что когда Гэйла задала вопрос, она говорила о глубокой тишине. Это так? Это о том, когда у меня был опустошенный ум. Термин «опустошенный ум» не очень хороший. Что такое опустошенный ум? Это не очень хороший термин. Не очень хороший термин, но переживание. Вы говорили об этом, Роберт? Вы хотите потерять все ощущения «я» и слиться в сознании с тишиной, покоем. Но тогда я думаю, что Гором Прамеш говорил, что то, что приходит после глубокой тишины, это оно. И это оно. Но пока вы можете это объяснить, это не оно. Вы просто пробуйте его глоток на вкус. И это верно. Это не просто о том, чтобы иметь тихий ум. Вы можете мне сказать, почему? Потому что вы считаете, что у вас тихий ум. Вы должны выйти за пределы верования ума. Там ничего нет. Никого не остается, чтобы это говорить. Никого не остается, чтобы делать заявление истины. Выход за пределы всего. Нет света и нет темноты. Нет счастья и нет несчастья, какими мы их знаем. Есть абсолютное блаженное сознание, которое невозможно постичь или объяснить. Помните, что ограниченное не может познать безграничное. Вы не можете объяснить это. Только после этого у вас появляется возможность осознать, что ничего не было. После этого не остается никого, чтобы осознавать. Я имею в виду, что это не постоянно. Когда никого не остается, когда это не постоянно, тогда я что-то осознаю. Если это не постоянно, то придут мысли, и вы будете такими же, как до этого. Это лишь временно. Но если это постоянно, мысли нет. Нет я. Нет объяснений. Никого не остается. Нет никого, кто бы вернулся. Нет никого, чтобы куда-то идти или возвращаться. Никого нет дома. Тогда кто следит за складом? Никто. Никто Деннис. Кто первый? Неудивительно. Я думаю, что эго боится, потому что оно сталкивается с маской существования. Конечно, это последнее, чего оно желает. Это потому, что мы чувствуем себя привязанными к земле, или мы чувствуем, что если наше эго не существует, значит мы не существуем. Это часть кармического притяжения верить, что вы существуете как тело, как ум, как эго. И когда оно начинает исчезать, это заставляет вас бояться. Потому что, как вы только что сказали, вы думаете, что идете в ничто, и вы боитесь это сделать. Но вы должны двигаться вперед, пока все не исчезнет. Тогда вы действительно окажетесь дома, и это совсем другое дело. То есть может возникнуть страх уничтожения, и в таком роде, правильно? Да, и будет подниматься очень много всего из прошлых жизней. Вы должны избавиться от этого, перед тем, как станете реализованным. Но когда вы избавляетесь от «Я», спящие семена прошлых опытов привязываются к «Я». Когда уходит «Я», уходит все. Поэтому это самый быстрый путь. Тогда что же это? Это вне объяснений. Никого нет, чтобы сказать. Никого не остается, чтобы объяснить. Вы становитесь вашим истинным «Я». Такое чувство, что все, что делает вас отдельным индивидуумом или отдельным человеком, стерто. Да, вы становитесь всеприсутствием. Вы становитесь сияющим блаженством. И вы можете сказать «Все это есть истинный «Я». И «Я» есть «То». Я никогда не был ничем иным? Да. Извините, какой у него был вопрос? Он не задавал вопрос. Он сказал «Я никогда не был ничем другим». Давайте еще споем. Пауза, затем Роберт продолжает. Он имеет в виду, что привязан к вещам. В отношениях или в том, чтобы владеть чем-то, нет ничего неправильного. Только не привязывайте свой ум к этому. Именно так вы станете свободными, будучи непривязанными в уме. Как это сделать? Просто познав истину о себе. Раньше вы говорили чувствовать сердцем. Вначале вы чувствуете сердцем, затем это приводит к высшему сознанию. Где вы видите все, как себя. Все страхи исчезают. И когда исчезают все страхи, вы можете быть абсолютно честными с людьми. Вы можете владеть вещами. Вы можете жениться или не жениться. Вы можете жить в доме или в палатке. Это не имеет никакой разницы. И если кто-то забирает у вас что-то, это не так уж важно. Например, это история о Рамане Махарше. Однажды ночью, около трех утра, на него напали воры. Рядом было около шести преданных. Воры кричали в окна. «Отдайте нам все, что у вас есть, или мы убьем вас». Преданные хотели драться с ворами. А он сказал. «Нет, отдайте им то, что они хотят. Вынесите все для них». Он пригласил воров дома, чтобы они взяли все, что хотели. Он объяснил своим преданным. «И это их дхарма быть ворами. А наша дхарма не сопротивляться, потому что мы садху. Поэтому отдайте им то, чего они хотят». На следующий день их поймала полиция, и Рамане вернули все его вещи. Но именно отношение идет в счет. Когда вы осознаете, что вы Вселенная, когда вся Вселенная становится вами, и вы владеете всей Вселенной, у вас больше нет жадности. Вам не нужно обладать чем-либо. Другая история про Раману, когда он гулял вокруг горы. Он случайно наступил на гнездо шершней. Вместо того, чтобы вынуть свою ногу и убежать, он стал разговаривать с шершнями. «Жальте меня, сколько хотите. Это моя вина, что я наступил на ваше гнездо». «Вперед, жальте меня. Я заслужил это». И он держал там свою ногу около десяти минут. Конечно же, когда он ее вынул, она вся была искусна. Обычный человек пошел бы в больницу. Но он просто вернулся обратно во Шрам, и все прошло за несколько дней. И это и есть непривязанность. «Роберт, а если девушка сталкивается с насилием, она должна бороться? Она же не может?» Я думаю, что она должна бороться. Но я кое-что знаю об этом. Когда у меня были встречи в Гавайях, там была девушка, которая рассказала мне, что ее насиловали семь раз. Каждый раз она позволяла насильнику делать с ней, что он хочет. Она не обращала внимания. Она была счастлива, как жаворонок. Такое у нее отношение, кто знает. Но если вы не сопротивляетесь, то выходите из ситуации быстрее, чем если вы сопротивляетесь. В этом есть что-то настоящее. Когда вы женщина, и кто-то пытается вас изнасиловать, в сопротивлении мужчине присутствует ужас. Но если вы приближаетесь к нему и говорите «Хорошо, я люблю то, что ты делаешь. Я бы хотел, чтобы ты это сделал». Он испугается и, возможно, оставит вас в покое и уйдет, потому что он не ожидает такой реакции. Если вы идете навстречу насильнику, ему это не понравится. Им нравится, когда вы сопротивляетесь, потому что они имеют над вами сил. Здесь есть над чем задуматься. Непротивление всегда работает. Но пока вы считаете себя телом, то никогда не сможете практиковать непротивление. Ваше эго всегда будет вмешиваться и заставлять вас бороться за свои права. В тот период, когда вы практикуете свою садхану, исследование «Кто я?», вы становитесь все сильнее и сильнее, и тогда вы способны практиковать непротивление. Поэтому не пытайтесь приобретать нечто положительное. Лучше избавьтесь от «я», и все придет само по себе. Иначе говоря, не пытайтесь приобретать положительные черты, потому что на это уйдут годы. Обнаружьте, к кому они приходят. Обнаружьте, у кого проблема, и найдите источник. Тогда все позаботится само о себе. Относитесь к нашему собранию, как к своей духовной семье. Задавайте речные вопросы. О том, что беспокоит вас уже долгое время. Не бойтесь. Дайте этому выразиться. Предполагая, что наша цель в том, чтобы стать реализованными в этой жизни, если бы мы столкнулись с неизбежной смертью или чем-то, и мы нереализованы, сопротивлялись бы мы этому, чтобы остаться здесь еще какое-то время и продолжать практиковать, не так ли? По-разному. И это зависит от вашей кармы. Это зависит от многих факторов. Но если вас убивают в то время, когда вы практикуете, без сомнения вы вернетесь назад в духовную семью, и вы сможете снова практиковать с молодости. Но это зависит от многих вещей. Но вы знаете, как много людей говорили с Махарши. Они рассказывали о том, что пробовали по 20 лет и не преуспели. Как сказал Нисаргадата, единственная причина находиться в теле – это самореализация. То есть человек находится на определенном уровне, чтобы упорствовать. Стать самореализованным. Достигнуть этого, верно? Да, верно. Но если это не происходит, не волнуйтесь. Ваши усилия никогда не пропадут даром. Все, что вы делаете, каждая практика, которую вы выполняете. То есть тогда человек перерождается на следующем уровне, как бы? Как бы. Может быть, на планете получше. Роберт, а что по поводу садханы? Бывают такие периоды, когда тот, кто занимается садханой, чувствует скуку. Немного удручен, немного разочарован. Будто бы он идет в никуда. Что бы вы ему сказали? Бывают такие периоды в течение садханы. Что бы вы сказали, чтобы поддержать его? Тогда вы наблюдаете. Вы становитесь свидетелем этих чувств. И вы смотрите на эти чувства. Затем вы задаете себе вопрос. Кому они приходят? У кого эти чувства? Кому они приходят? Ко мне. Я чувствую это. Кто я? Кто это я, который чувствует себя удрученным? И вы остаетесь спокойными, но держитесь за я. Держитесь за я со всей своей силы, как вы держитесь за веревку. А затем отпускаете. И когда вы отпускаете, наступает тишина. Тогда вы почувствуете, что все эти чувства исчезли. Они больше не возвращаются. Но вы должны продолжать возвращаться снова и снова, пока это не произойдет. Это как учиться на доктора. Вы должны ходить на одно занятие за другим. Учиться, учиться, учиться. Иногда вы думаете, что провалились. Вы снова пробуете. Вы учитесь еще прилежнее, пока наконец не сдаёте экзамен. И это то же самое. Ни одна практика не бывает впустую. Все засчитывается. Если вы умираете после вашей попытки, то несете это с собой. И вам дается еще одна возможность. Вы будете опережать в игре. Ни о чем не волнуйтесь. Будьте счастливы. Будьте свободны. Любите себя. Не ваше эго, а свое истинное Я. О, Роберт, вы сказали, что свободной воли нет, но есть выбор обращаться вовнутрь. Разве это не функция двойственности? Почему это является исключением? Это единственная свобода, которая у вас действительно есть. Не реагировать на обстоятельства, а обратиться вовнутрь. Это выбор. Мы не обязательно должны это делать. И карма понесет нас. Или мы можем это сделать и стать свободными. Этот выбор за нами. Это единственный выбор, который у нас есть. Все остальное предопределено. А разве это не просто иллюзия выбора, что у кого-то есть понимание, что мозг не способен создавать мысли или что-либо инициировать, и не может иметь оригинальных мыслей? Мозг – это только приемник. Он получает импульсы от сознания. И это правда. Всегда реагируй на это. А разве это не так? Это так. Но мозг не имеет никакого отношения к уму. Это ум заставляет мозг что-то делать. Поэтому мы не работаем над тем, чтобы вылечить мозг. Мы работаем над уничтожением ума. Когда ума нет, мозг сам о себе позаботится. Будет покоиться в сердце и все делать правильно. Не беспокойте себя мозгом. Беспокойтесь о том, чтобы избавиться от ума. И все само о себе позаботиться. Кто может беспокоиться о том, чтобы избавиться от ума? Эго, которое не существует. То есть все остальное уже предопределено. Судьба предопределена в каждом моменте? Или предопределено, что все, что будет, это уже сейчас известно? Все это предопределено. Поэтому задайте себе вопрос, для кого есть судьба? Для кого есть ум? Кто должен проходить через все эти концепции? Кто должен беспокоиться обо всех этих вещах? О, Роберт, Эго хочет знать. Эго хочет знать. Да. Тогда для кого есть Эго? Только для иллюзорного Эго. Это ложное воображение. Если судьба есть, тогда в этом случае у меня нет выбора пробудиться? Или есть? Выбор, который у вас есть, в том, чтобы обратиться вовнутрь и не беспокоиться об этом. То есть вы в каком-то смысле говорите, что обращаясь вовнутрь, можно отменить то, что предопределено? Точно. Кто обращается вовнутрь, не Эго? Ум. Это последнее, чего хочет Эго? Вы должны использовать Ум, чтобы избавиться от Ума. Ум – это Эго, не так ли? Да. То есть обратить его на себя, вот что мы пытаемся сделать. Точно, обратить его на себя. По мере того, как вы обращаете его на себя, он становится все слабее и слабее, слабее и слабее, пока полностью не уничтожится. И процесс выглядит так, как свободный выбор, до тех пор, пока не закончится я. А затем не было выбора или не было ума, чтобы обращаться вовнутрь, с самого начала. Верно. На относительном уровне кажется, что есть выбор. Да. Но по сути нет вообще никакого выбора. Потому что вы уже свободны. Вам суждено пробудиться в определенной жизни или вам суждено стать реализованным? На этом уровне вы правы, это так. Но это не существует, так же, как и вы. Смотрите, пока мы играемся с концепциями, то будем застревать на дольше и дольше. Забудьте о предопределенности. Сфокусируйтесь на «я» и прекратите игру. У меня есть вопрос по этой теме на относительном уровне. Вы видите друга, и он разбивает вашу машину. И теперь он хочет сделать что-нибудь еще следующее. Подать на вас в суд. Разве людей, чью машину разбили в какой-то момент? Не возникнет забота об их друге что-то сказать ему, чтобы дать ему понять, что хотя это и не обижает их лично, но кармически им придется обидеть их, сделав такие же вещи. И таким образом не давать человеку возможности создавать новую плохую карму для себя. Возможно, тот человек еще не готов, чтобы слушать. В любом случае, разве не должен такой человек сделать какой-то выбор из сострадания и позаботиться о своем друге, сделать что-нибудь, сказать что-нибудь. Повторите еще раз. Ну, кто-то съел мою еду, и затем они взяли у меня машину и разбили ее. А теперь они хотят взять в долг тысячу долларов. Я бы обеспокоился этим человеком, и, возможно, было бы выражено сочувствие. Я бы сказал этому человеку, что, честно говоря, все эти вещи... Знаешь, я не приобретаю плохую карму, делая эти вещи. По сути, возможно, все наоборот. Но ты... О, теперь я понимаю, что вы имеете в виду. Возможно, накапливаешь очень плохую карму. Сказать что-нибудь, чтобы этот человек мог оглянуться на это и сделать какой-то выбор. Это зависит от того, в каком он состоянии сознания. Любая сторона? Да. Вы можете или ничего не делать, или смотреть, что происходит. Конечно, если не привязаны и реализованы. Чем вы владеете? На самом деле ничем. Да, но вы видите кого-то на относительном уровне, кто вовлечен. Если вы только видите это таким образом. Но вы не видите это таким образом. Реализованный человек не видит такого. Хорошо, нереализованный человек видел бы такое. Поэтому вам нужно работать над этим. Да. Вы должны делать то, что должны делать. Да, если я стану реализованным, то хочу помнить, каково видение нереализованных существ. Такое впечатление, что это может быть полезным для кого-то еще. Но на самом деле это не так. Потому что реализованный видит нереализованных, как реализованы. В любом случае это сон. Видите ли, когда вы реализованы, вы видите всю Вселенную, как себя. Вы больше ничего не можете видеть. Для вас больше не существует двойственности. Как вы можете видеть то, о чем говорите? И это и есть для аджняни. То есть это хороший признак определить, кто где находится? Да, если это вас волнует. Разве нельзя так сказать, что вы не будете думать об этом так или иначе, и просто будете действовать спонтанно? Вы не будете думать, нужно вам помогать или нет. Вы просто будете делать то, что правильно. Как человек? Как человек. И это зависит от того, в каком состоянии сознания вы находитесь. Как джиняне вы ничего не делаете. Но ничего может быть чем угодно. Может. Но скорее всего, вы вообще ничего не будете делать. Вы просто будете смотреть. Потому что это не имеет значения. В таком случае такое впечатление, что лучше иметь в качестве друга аджняни, чем джиняне. Хорошо сказано. Есть один очень известный джинькаан, который называется «Пепел, падающий на Буду». Там говорится именно об этом. Человек достигает пустоты, и для него ничего не имеет значения. Он приходит и стряхивает пепел с сигареты на Буду. И вопрос такой. Как вы его научите, что есть время и места для всего? А это не то время и место. И другая часть истории. Этот человек очень большой, и он никого не слушает. Как вы его научите? Это Каан, я не нашел ответа на него. Ответ на него есть. Нет никого, чтобы учить, и нет никого, чтобы стряхивать пепел. Потому что Будда никогда не существовал. Я всегда думал, что если Будда существует вне тебя, никогда не имей с этим дела. Вы бы могли объяснить это еще раз? Смотрите, кто видит пепел. Кто видит ситуацию. Нереализованные существа. И так это у них проблема. Но в действительности Будду не тревожили, и пепел не стряхивали, и реакции нет. Или же вы можете задать вопрос, для кого есть реакция. Для нереализованного. И это им придется иметь с этим дело. Давайте сделаем это более личным. Вы хотите подойти и пырнуть меня ножом 50 раз. Отрезать мои пальцы и ступни. Пожалуйста. Мне не важно. И это не имеет значения. Потому что вы причиняете это телу. Вы думаете, что оно реально, и вы его раните. Но у меня нет тела. Какая разница? Почему я должен защищать что-то, что не существует? И это ответ. Зачем это подкармливать? Я подкармливаю это, потому что это действие, которое совершает мое тело. Это карма. То, что осталось от кармы. Да, но никто не подкармливает это. Это вы так видите. И это ваша точка зрения, что я подкармливаю это и все остальное. Никто не подкармливает это. Оно просто кормится. Оно кормится. Никто не кормит ваше тело. Нет, точно. До вас дошло. Ух ты, он вывел это из моего ума. Смех и конец аудиозаписи. И это еще не все. Задавайте вопросы. Наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям. Не забывайте про лайки. По возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. Подписывайтесь на наш канал.